Воспитанники Центра смешанных единоборств ТОП-ТИМ за последнее время весьма удачно ездят на турниры. Так, например, в клубе есть чемпионка России по ММА и даже тренеры сами успешно выступают на профессиональном уровне. Все это не мешает спортсменам разносторонне развиваться. Уже по доброй традиции Центр смешанных единоборств всем составом сдает нормы ГТО. Неспроста мы поставили сдачу норм ГТО летом, потому как есть такой у нас принцип периодизации. Мы занимаемся, собственно, единоборствами в сезон и в лето уходим в такую смену немножко нагрузки. Перестаем, можно сказать, бороться, драться и повышаем уровень физической подготовленности. И как результат в итоге вот сдаем нормы ГТО, чтобы проверить, в общем-то, свою физическую подготовку. Как отмечают организаторы, в прошлом году нормативы сдали около 50 ребят. В этом их уже больше 80. Интерес растет. Специалисты Центра ГТО готовят для спортсменов все площадки для выполнения заданий. Сегодня у нас гимнастический блок, также у нас стрельба из электронного оружия. Гимнастический блок – это мы будем проверять гибкость, мы будем проверять силу, мы будем проверять ловкость прыжок. А также мы будем у них принимать такой норматив, как самозащита без оружия. Нормы ГТО – разносторонний комплекс. Он проверяет все качества спортсмена. Выносливость, силу, скоростные и прикладные навыки, ловкость и точность. Однако бойцам не стоит забывать и про соблюдение питьевого режима во время занятия спорта. Советские тренера запрещали пить воду. Нынешняя школа спорта вообще, она чуть поменяла, как бы, взгляды на этот процесс. Сейчас обязательно ребята пьют водичку во время тренировки. И как чистую воду, так и изотонические напитки. Поэтому это очень важный элемент в подготовке спортсменов. В первый день спортсмены сдавали нормы ГТО в зале. На втором этапе их будет ждать легкоатлетический этап. Отрадно в этой ситуации то, что все больше спортсменов поддерживают такой тренд, как сдачу норм ГТО. Так, в общем рейтинге наш край занимает уже 69 место из 85. Буквально год назад мы замыкали этот список. Такой подъем – это наша общая победа. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Данил Кузнецов. День с толком.